Добрый вечер. Тема моего доклада называется «Брестский мир. Отказ от революционной войны. Как путь к мировой революции». Итак, «Брестский мир» – это важный эпизод в отечественной и всемирной истории. Этот договор завершил Первую мировую войну на Восточном фронте, стал важным этапом международных признаний советской власти и поставил точку в раскладе Российской империи. Но в данном сообщении я хотел бы проанализировать «Брестский мир» прежде всего как тактический манилово про Ленина из большевиков в контексте всемирного революционного процесса. К моменту заключения «Брестского мира» на начало 1918 года Российская армия полностью тратила свою боеспособность. Уже в первой половине 1917 года, то есть в то время, когда власти находилось Временное правительство, число дезертиров из рядов Российской армии выросло от 6446 человек в месяц до 46864 человек в месяц. Это на июль 1917 года. Общее же число дезертиров в 1917 году превысило численность 1 млн 560 человек. Во время летнего наступления 1917 года, а также в ходе позднейших боевых действий при Балтике осенью 1719 года, неоднократно имели место в случае отказа солдат выходить на позицию или участвовать в наступательных операциях. Российская армия утратила возможность успешного проведения как оборонительных, так и наступательных боевых действий. Это очень наглядно показал правила июльского наступления 1917 года, разгром русских войск по Дарья Риге в сентябре 1917 года и успешный десант немцев на Мангульский архипелак. Также это продемонстрировали неудачные попытки остановить продвижение германских войск в феврале 1918 года уже советским правительством. Немецкий начальник штаба главнокумандующего Восточного фронта Масгофан писал в достаточно известной цитате, «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой, едешь до сливочей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше». Утрата армии боеспособности была очевидна не только большевикам, но уже и временным правительствам. Так военный министр Александр Верховенский сообщал Александру Федоровичу Керенскому о невозможности дальнейшего сопротивления и необходимости начала переговора со вторым рейхом. Керенский уведомил об этом союзникам по Антанте еще 21 октября 1917 года, что естественно вызвало их крайне негативную реакцию. Еще раньше, летом 1917 года, началась эвакуация Петрограда. То есть вот эта вот идея переезда столицы из Петрограда в Москву и дальнейшая эвакуация появилась еще во времена временного правительства. И побочным следствием этого стало освобождение здания Смольного института. Институт благородных девиц был эвакуирован на юг, а освободившееся помещение у нас заняло Петроградский совет. Надо сказать, что декларации различных политических партий и организаций о поддержке войны как оборонительной или революционной часто имели декларативное значение, но не отражали реальные настроения рабочих и массы крестьян, которые не желали идти на ямаху. Как писал американский историк Александр Рабинович, между 23 и 26 февраля 1918 года мобилизация рабочих под лозунгом «Социалистическое отечество в опасности» в Петрограде дало только 10 320 добровольцев. Несмотря на то, что местные лидеры большевиков, не говоря уже об их политических партнерах и противниках, активно поддерживали идею революционной войны. То есть при резолюции в поддержку революционной войны принимались, но сами люди на фронт отправляться, естественно, не хотели. Добавим еще, что с 1914 года среди масс глубоко коррелилось представление о непобедимости немецких войск и бесполезности сопровождению германскому мать. Российские войска неоднократно побеждали и силы Османской империи, и австро-бенгров, но сражения с кайзерскими войсками они почти всегда проигрывали. Любопытно, что этот миф о непобедимости немцам благополучно просуществовал, так скажем, в Скалинградской битве до 1943 года, когда происходят перелом. Затем левые большевики, эсеры и сторонники концепции революционной войны полагали, что германское вторжение мобилизует народные массы и приведет к авторению войны. То есть, как в 1792 году, во время Великой Французской революции, французы остановили на натисках курсов. Подобные иллюзии существовали еще с февраля 1917 года, но каждый раз они разбивались в печальной действительности. На начало 1918 года новая революционная армия, будущая РККА, была еще только в процессе формирования. И следует отметить, что по своим боевым качествам она сильно уступала не только лучшей на тот момент Кайзинской армии, но и даже офицерским отрядам как революционеров, что хорошо показал и ледяной поход Корнилова, и скоронтечная гражданская война. Дальше. Брянский мир как вынужденная мера. Немедленное принятие шагов для заключения мира был одним из важных пунктов политической программы большевиков. Он принес им популярность в массах рабочих и солдат. И этот пункт был тесно связан с другим обещанием большевиков – это земельная реформа. Большевики, как и другие партии, понимали, что после ее начала крестьяне-солдаты немедленно станут покидать фронт и вернуться в деревню для переделых земли. И именно из-за этого временное правительство постоянно отодвигало вопрос о земле и мир в долгие ящики, что в конечном итоге стоило поддержку массы. Большевики, как мы знаем, от своих обещаний отказываться не стали и одновременно провели и декрет о земле, и декрет о мире. Затем, еще до заключения Брестского мира, большевики обратились к правительствам воюющих стран, в соответствии со своими обещаниями, с призывом неведомых заключения всеобъемлющего демократического мира. Но этого, на самом деле, естественно, не хотели ни центральные державы, ни так называемые демократические державы Антампы. Для диалога, любого диалога, в том числе и политического, требуются две стороны. И именно Антампы от переговоров с большевиками отказал. Нота Фродского от 9 ноября 1917 года с призывом начала немедленных мирных переговоров была проигнорирована. И глава военной миссии Франции генерал Оберфло передал в русскую ставку сообщение, что Франция не признает Совет Народных Комиссаров как законоправительства России. И выражал уверенность в том, что русское верховное командование удержит русскую атомную на позицию против русского врага. То есть руководство Антампы заявило, что готово сотрудничать со ставкой русских войск, но не Советом Народных Комиссаров, который заседал в Петерограде. Данная позиция была также подтверждена и на Межсоюзнической конференции в Париже 16 ноября 1917 года. И в тот же самый день, то есть 16 ноября 1917 года, Вена и Берлин заявили, что советские условия могут служить стартом для начала переговоров. То есть Германия и Автоленгия все-таки находились в достаточно тяжелом экономическом, военном и политическом половине. И они согласились на начало переговоров с Большими Ками, даже на условиях, которые декларировал Леонидович Тороцкий. Надо сказать, что большевики до самой денонсации Брестского мира не исключали возможность использования помощи Антампы для сопротивления Германии и ее союзников. Неоднократно принимались попытки противооставить силы Англии и США на север, например, по движению финно-германских войск на территорию Финляндии и Кореи. Также с самого начала переговоров, еще в ноябре 1917 года, Альфред Йоффе, глава советской мирной делегации, на переговорах в Бресте заявил, что никакие германские войска не могут быть переброшены с Восточного фронта на другие фронты. Они даже не могут быть отведены для отдыха на специально подготовленные для этого характери и казармы. И, как отмечал британский историк Улит Бэммит, глава немецкой делегации Махас Гоффман охотно принял эти требования. Почему? Потому что уже основная масса немецких сил, которые были необходимы для выступления на Западе, были уже переброшены на Западный фронт еще до начала этих переговоров. Окончательное понимание необходимости заключения соглашений пришло к Ленину, а это, конечно, ключевая фигура большевистской партии, после получения опросных листов с фронтов в декабре 1917 года, где военное командование и руководство солдатских советов на местах сошлись во мнении, что армия не способна остановить немецкое наступление. И это подтвердили события в феврале 1918 года, когда под натиском самых незначительных германских сил русский фронт рухнул. Что дал Брестский мир советской власти и советской России? Прежде всего, Брестский мир снял угрозу немецкой интервенции, которая была первоочередной опасностью. А в то же время у Брестского мира была и, так скажем, негативная сторона, то есть за все приходится платить. Это стал кризис и дальнейший разрыв отношений с Санкт-Петербургой, что привело к обрастению гражданской войны России. Это, прежде всего, обрастание Чехословацкого корпуса, с которой началась активная фраза гражданской войны и интервенция, опираясь уже на которую начали возникать белые правительства как на севере, так и на юге России. Но силой и возможностей у Антанты на территории России было гораздо меньше, чем у центральных держав, которые держали нам в 1918 год на территории бывшей Российской империи многомиллионную армию. Антанта могла только отправить ограниченные экспедиционные силы. К тому же, основная волна вторжения западных союзников началась уже после окончания мировой войны и сопровождалась нежеланием союзнических солдат участвовать в авантюре на территории России после формального окончания боевых действий в Европе. Ну а во всем мире началась акция о солидарности под девизом «Руки прочь от Советской России». Таким образом, Большевики, заключив Брестский мир, получили возможность лишать парады Лебы по мере их поступлений. Затем мирный договор сохранил под контролем Большевиков важнейшие индустриальные районы северо-запада России, прежде всего Петроград. Я хотел бы напомнить, что Русская революция – это прежде всего Петроградская революция. То есть Петроград в 1917 году играл роль Парижа в 1789-1793 году. И значительная часть рабочих Петрограда активно поддерживали большевиков, как и активная часть патроса Балтийского флота, которые также базировались в Кронштадте и в окрестностях Петрограда. Также следует добавить, что столица была важнейшим индустриальным центром России. То есть до Великой Отечественной войны Петроград и затем Ленинград являются крупнейшим индустриальным центром Советского Союза. И многие производства находились только здесь и в каких других местах. И именно контроль над Петроградом и контроль над северо-западным центром в целом обеспечил большевикам победу в гражданском районе буквально важный регион. В то время, как контроль над сельскохозяйственными регионами, подобно Украине или Кубани, которые приходили из-за рук в руки, не давали значительного преимущества в каком-нибудь оккупированном уровне и в каких-то из того, в 1918 году зимой угроз как раз немецкое нависло прежде всего над Петроградом. Затем Брестский мир дал также передышку для начала формирования Красной Армии, которая после 1918 года была уже способна разгромить основные очаги внутренней революции. Но в то же самое время еще раз повторю, что сил РКК еще очень долгое время не хватало для борьбы с внешней угрозой, что еще раз показала советско-польская война, где сил Красной Армии было недостаточно для борьбы с дисциплинированными и хорошо вооруженными польскими силами. Затем также очень часто игнорируется тот факт, что период с весны до лета 1918 года активно использовался большевиками для агитации на территории Кайзерской Германии, что ускорило приближение ноябрьской революции в этой стране. Уже в ноябре 1917 года декрет о мире сбрасывался с русских самолетов над немецкими войсками. Также для немецких солдат полумиллионными тиражами выпускалась газета «Дефакер». Активная большевистская пропаганда шла до ноября 1918 года, и именно скандал, когда на Бернинском вокзале была открыта советская дипломатическая почта с листовками, как раз истолкованным для разрыва дипломатических отношений между Кайзерской Германией и Советской Россией. Вот тот же самый Улит Лерн Беннетт, которого я цитировал, пишет. «Начало мирных переговоров в Брест-Литовске ознаменовал появление на международной арене нового важнейшего фактора большевистской пропаганды. Это была пропаганда той партии, которую сформулировало советское правительство. И в то же время это правительство фактически эту пропаганду поддерживает. Формально имела возможность заявить, что за деятельность партии оно ответственности не несет. Как говорил Ленин, партия мирный договор не подписала, а советское правительство ответственность за деятельность партии не несет. И спустя пять дней после того, как дипломатические отношения между Советской Россией и Кайзерской Германией были разорваны, происходит ноябрьская революция, Кайзеровский рейх пал, и Брестский мир был денонсирован. То есть, как голосит арабская пословица, если долго ждать на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет своего врага. Большинке ждали всего лишь несколько месяцев. Ну и в заключении я хотел бы отметить, что преодоление, успешное преодоление России в Брестского мира, стало результатом верного политического анализа, который провел, прежде всего, Владимир Ильич Ленин, и с которым в итоге согласился руководством Большинских партий. В этом анализе есть два основных положения. Первое. Советская Россия была не в состоянии на тот момент продолжать войну с Кайзерской Германией и ее союзниками. Мировая капиталистическая система на тот момент находилась в глубокой кризисе, и Ленин понимал, что ситуация будет изменена по направлению к мировой революции, что, собственно говоря, произошло. В 1918 году начинается всемирный революционный процесс, который охватывает Германию, охватывает Венгрию, охватывает Италию, охватывает Голландию, охватывает Аргетину, Испанию, Ирландию, Китай, Египет, Японию и все многие государства. То есть, мировая революция, о которой большевики говорили еще в начале 1918 году, она действительно произошла. С другой стороны, она подобной революции 1848 года не завершилась победой, но сам факт революции это никто и не отменял. Затем надо сказать, что очень многие революционные режимы не избежали соблазноведения революционной войны. Здесь мы можем вспомнить и Францию, эпохи Верии, Великой Французской революции, и Венгельскую Советскую Республику 1919 года, Польшу. И для большинства из этих стран революционные войны закончились военной и политической катастрофой. Советская Россия предпочла временное отступление, но спустя год после Бреста она вернула практически контроль над всеми утраченными территориями и стала центром революционного рабочего движения, который охватил весь мир. Ну а территории, так скажем, Эстляги, Курляги, Эстонии, Латвии и Литвы, где контрреволюция победила в 1918 году при ее поддержке немцев, они у нас были возвращены в 1940 году, и то есть контрреволюция там уже была подарена уже в Сталинске. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok